На Дисне нет хода плотвы, рыба вообще не клюет, никакая, вообще одна мелюзга, очень редко, нету рыбы. Вот это было почти мастерски. Это опарыш и это пинка, использую я наш проверенный годами, оттестированный клей. Поставил метр двадцать, полтора метра поводок, на крючок три-четыре опарыша, такая планирующая насадка и более быстрый темп. И у меня вот сейчас начинает становиться рыба. Андрюха, что за рыба, ну давай. Плотва. Плотва? Наклеенный опарыш. Будешь плотву? Да, Андрюха там шарашит с другой стороны, клев просто неимоверный. Рыбалка у нас страшная, но абсолютно реальная. Андрюха, что ты делаешь? Взял немножко опарыша на рыбалку. Ну, я думаю, что не хватит с таким клевом. Мне кажется, что это на пару часов рыбалка. На пару часов, батоны клюют, караси сейчас будут, да? Да, наверное, это двухгодовой запас какого-то дедушки. Да, но мы подходим по следующему. Мы этот опарыш сейчас очистим. Это сито специальное для этого предназначено. И дальше будем его клеить. На самом деле так рано, в апреле месяце мы еще клей не использовали. И сегодня, в принципе, не намеревались, но наличие головля здесь говорит о том, что ему нужна пиночка, ему нужен клей. Мы сейчас поклеим, подготовим смесь и будем темповать в надежде на большую рыбу. Также взяли немного дендробенки. Она может сработать и сыграть очень-очень ярко на карасях, на крупную плотву. Весной все, на самом деле, используют червя. Это основная наживка. Это кукуруза как-то идет в расход, всеобщему мнению. Но мы самую крупную рыбу всегда ловим на кукурузу. Иногда на кукурузу с червем. Но кукуруза это хит для плотвы и это стоит знать. Подсаку, может? Бегу за подсакой. А я с подсакой. Оп, оп, оп. Давай, Андрюха, ты с подсакой, я за подсакой. Я снимаю. Там коряги. Лясь. 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 Василий. Василий. Финец большой. Синец. Финец. Вот это просто какой-то капец. Да, я тут так его. Нет, вторых это не надо. Говорят, я как-то. Что-то у вас сегодня ход с синца. Синцеход. Я сначала подумал, что да. Это 100% он на рюша похожий. А, вы посмотрите, какого синца втулил папка. Смотрите, какой-то кабанский. Это вот для вашего понимания почти по локоть. Синя по локоть. Да, с таких синцов я давно не ловил. Было время зимой, мы келушных ловили. Но в этом граммов 300-400. Ну, реально кабанский синец. У папки сегодня ход синца. Он или в таком месте сидит, где синцы. Или не знаю, что он делает. Но он пуфики подсаживает. И на пуфики, видите, берут эти синяки. Реальные вещи, я говорю. Это не большая. Это не большая. Это типа средняя. Ну, 300-500. Самое большое я утром, наверное. Да. Это просто средняя платва. Ну, такая. И мы ее даже уже не берем в подсак. Опа. Порядок. Только вы больше подтягивайте, чтобы меньше свист был. И 4 оборота. Отнимайте сразу. Мы как раз на ту сторону бровочки, Андрюха. Видишь, забрасываем. Хоп. Для карасянов что нужно? Червячок и дендробенка. Мы сейчас повесим дендробенку, повесим кукурузку. Вот такую. Желтенькую, вкусную. И вперед. Подсекните. Подсекните мою. Сейчас, 2 секунды. Она там уже сидит. На червя, Андрюха, между прочим. Причем так красиво, по-лещевому. Я бы секанул. Только так аккуратненько. Так раз и поднял бы просто. Ну, там кто-то сидит даже. На секундочку. Вот чтобы так на русановке. Полотву вынимать. В чем, потрогайте, какая она. Оп, жесткая такая эта. Андрюху сегодня тоже головли обослили. Клещу было. Сейчас червячка я ей поддам. Андрюха на подхвате. Опа. Андрюха дипер, Андрюха подхватун. Ближе подходи, Андрюха там этот. Ну, камера снимает. Камера, мотор. Мотор. Что, подсак? Андрюх. Ну, крючок маленький стоит, да. Так, подсочить, да? Подсочить, подсак зацепился. Давай, я подсочу, Андрюха, подсочу. Ну, что ты, что ты там? Это не реальная платва. Это батон. Ариана Гранда. Ариана Гранда. И кукурузка, я прошу заметить, еще на крючке-то осталось. Это какого качества должна быть кукурузка? Ты, говорит, реальные вещи, говорит. Что ты не хочешь фотографироваться? Ну, короче говоря, такие батоны клюют. Надоело. Нету килограммовой платвы. Вся такая, триста, полкило. Мы хотим взять с Андрюха килушечку. Но пока... Пока у нас есть козырь. Это клееный опарыш. Мы его очищаем. Сейчас будем уже заклеивать. Темповать на езя, на головля. Пока такая мелочь клюет. Есть. Да? Ага. Вот это было почти мастер. Если бы ее хоп на ковруху... Ну, огонь не рыба, правда? Это отличная рыба. Так, Андрюха, вставай. Вставай. У меня там уже платва клюв. Клюва плотит. А? Хорошая? Нет. Нет, мелкая. На червя. Да, Андрюха, ты, конечно, мастерски. Так, немножко АГС-ика. Многие люди реально не верят, что мы ловим на кукурузу. Мы когда гриб на кукурузу, они типа... А можно на кукурузу было ловить? Ловили мы на VDE Turbo Black. Добавляли туда глинку. Так случилось, что у нас оказалась эта прикормка дома. И я решил ее использовать. При идеальной подготовке, хорошей подготовке, я бы взял прикормку Turbo светлую. Чуть-чуть ее подкрасил бы в черный цвет и сдобрил бы глины. Там разность фракции. Светлая от черной отличается не только цветом, но еще и размером фракции. Что при речной рыбалке, в принципе, важно. Но у нас клюет и так. Довольны мы безумно. Крючок 12, 14, 16. Поводок начинали с 0,24. Сейчас на 0,18, 0,20. Ловим вполне себе комфортно. А рыба проходная, поэтому нужно набраться терпения. Можно забросить на нужную дистанцию и нужную и правильную насадку. Для крупной плотвы идеально подходит сейчас кукуруза. Я ловлю на фишкорн. Это наша кукурузская НХНЛовская. Плюс 2-3 красных опарыша. Использую спрейчики периодически. Но с кукурузой нет мелкой рыбы. Клюет только плотва. Крупная плотва. В принципе, если вы настроились на трофей, больше ничего не надо. Если вы хотите ловить разнорыбицу, это пуф. Это 2-3-4 опарыша. Это червячок с опарышем. Это всякие их комбинации. Но если вы поднимаете наживку выше, это значит будет клевать сенец. Густера, плотва будет эпизодична. Если вы ложите наживку на дно, значит будет клевать крупная плотва, за которой мы сегодня и охотимся. Так, Андрей втулил кабаняру. Не спешите, не спешите, не спешите. Медленнее тяните. Андрюха. Планомерно. Да, планомерно, да. Андрюха все подкашит. Андрюха все сделает. Главное не накосять. Все, 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 не спешите, не спешите. Показываю вам. Андрюха уже вот, готов принимать. Пара-па-па-па-па-па-па. Не, ну как сказать. Ну клевала-то она знатно. А кукурузка-то еще на лесочке. Не, ну это 300 грамм. Такой у меня корм. Тяжелый, глинка. Прикормка, резанный опарыш. Кукурузка. Выбираем такую максимально ровную форму. Есть первый способ. Это мы ее продеваем вот здесь. И здесь раздавливаем. Такая шкурочка получается. Берем дальше там пинку, опарыша, не важно. И закрываем вот так. Ну, вся насадка. На эту насадочку еще идеально брызнуть спрейчиком. Очень хорошо держится, видите, вот так. Это вообще хит сегодня. Ну, белая пинка, красная. Прекрасно впитывает себя ароматизатор. И держит его. Это раз. Второй вариант. Тоже выбираем кукурузку. Одеваем с противоположной стороны за твердое место. Уникальность этой кукурузы заключается в том, что она, видите, собранная, не срезанная, а собранная и вырванная из кочана. Это очень важная история. Но, так как плотвор рыба хитрая, мы чуть-чуть раздавливаем. Вот так. Красота. А у меня уже клевака идет, смотрите. Показываю вам клеваку. Оп, уже сидит. Сейчас достанет. Несмотря на то, что ранняя апрельская рыбалка у нас, на десне буйствует голавль и это просто знак попробовать клееный опарыш. У нас вот такой вот микс будет. Это опарыш и это пинка. Я их смешиваю. Перед этим обязательно нужно их очистить. То есть, если у вас есть сито там 2 миллиметра или меньше, просейте от тырсы, от побочных продуктов, которые сохраняют состояние опарыша и подготовьте его к заклеечке. После этого смешайте. Я в данном случае мешаю пинку и опарыша для ассортимента, так сказать, чтобы и пинка, и опарыш по-разному выпадает из кормушки. У меня достаточно крупная сетка, поэтому опарыш будет выпадать по одному, пинка будет отрываться раньше и, соответственно, по-другому будет она лететь из кормушки. Смесь у нас готова. Опарыш сухенький, хороший. Теперь нужно его увлажнить. Пульвер, он хорош, но здесь вы очень должны миниатюрными порциями добавлять воду. Я предпочитаю использовать влажную руку, которую вы стряхиваете на пол предварительно и лишь потом, и лишь потом этого опарыша, скажем так, перемешиваете. Он увлажняется. Наша задача минимальным количеством клея заклеить максимальное количество опарыша. Поэтому трижды условно мы его увлажняем. Все готово. Он не мокрый, он еще не расползается, он только начинает увлажнять стенки, при этом очень живой и подвижный. Дальше клей. Использую я наш проверенный годами, оттестированный клей. Добавляю его поверху. И дальше аккуратно перемешиваю. Важно, чтобы клей равномерно распределился по всему опарышу. Он уже начинает склеиваться, видите, но этого еще недостаточно. Должен немножко сам распределить влагу и распределить клей. Он очень мелкодисперсный. И после того, как это случится, мы добавим еще немного клея, и наш опарыш будет готов к использованию. Идеальная заклейка, это когда ваши руки сухие, вы формируете шарик из опарыша, и при этом опарыш не клеится к рукам. Но мы ловим на десне, поэтому здесь мы добавим сейчас еще клея и немножечко влаги, для того, чтобы он сильнее склеился. Здесь нет каких-то пропорций, сколько грамм на килограмм, потому что опарыш разный бывает, разного состояния, более влажный, менее влажный. И как следствие он по-разному клеится. Поэтому это все делается, я не могу сказать на глаз, но это все делается на интуиции. Еще чуть-чуть добавляем. И далее его прессуем. Все предельно просто. Так, у нас готова наша порция. Дальше мы вставляем вторую баночку и ее прижимаем, делая таким образом какой-то легкий пресс. Он так постоит, буквально 30-40 секунд, и в принципе будет готов к использованию. Этот опарыш сделаем таким образом, чтобы не только ловить на него, потому что темповая рыбалка здесь сейчас у нас не к месту. Мы будем добавлять немного прикормки и ждать, я думаю, 2-3 минуты. Через 2-3 минуты делать перезаброс. И я думаю, что через 5-7-10 забросов к нам на точку должна стать шлейф рыбов, должны приплыть голавлики, должны приплыть язики. И мы будем их успешно ловить. Видите, превратился опарыш в такой блин. Это значит, что он готов. Вперед рыбачить. Это синец. Сейчас я просто покажу людям, которые не верят, что синцы такие бывают. Красивенный, деснянский, просвечивается. С плотвой разобрались. Кукуруза, 2-3 опарыша, спрейчик. Забиваем мы резанный опарыш спинкой и рыба намного быстрее отзывается. Кукуруза у нас на финише уже. Кукурузка, кстати, резаная тоже неплохо работает. Поэтому берите на заметку. Мы поймали больше, чем много. Хороший мерный такой плотвы 300-400 грамм. Были рыбы такие 600-800 грамм на вскидку. Мы их тоже взвесим и знаем их вес. Поэтому я вам напоминаю за конкурсы. Это количество видов рыб, которые мы сегодня поймали. Это самая большая рыба, которую мы поймали. Какие еще конкурсы были, Андрюхин? Длина и вес самой большой рыбы. И количество рыб садки. И количество рыб садки. Он стандартный набор конкурсов. И еще у нас вскоре будет продукт очень интересный. Это пуфик. И нам нужна помощь зрителей, помощь зала. Помогите нам придумать название для этого продукта. Напоминаю, что спонсорская подписка на канал Страшная Рыбалка дает массу преимуществ, среди которых скидка в нашем интернет-магазине, которая трансформируется в накопительную систему. И ваши бонусы на вашем счете. И, конечно же, как по мне, это наиболее важное преимущество. Это информирование о всех моих рыболовных выездах, о всех выездах нашей команды. Это возможность узнавать места, которые не являются секретными. И посещать совместные рыбалки. Одно дело это смотреть видео, другое дело получать какие-то устные ответы. Третье дело это порыбачить рядом, посмотреть, что, как вы делаете не так, услышать открытое мнение, задать любые интересующие вопросы и получить на них опять же объективное мнение. Это все вам дает спонсорская подписка. Там, собственно, у нас идет закрытое общение. Вперед к новым знаниям, к новым трофеям и к приключениям. Есть контактик. Вообще сразу. Я думаю, что она уже там заглотила и сидит. Густырка, да? Сейчас посмотрим. Не это что-то. Опа! Только один закинул, уже второй есть. Один закинул, второй есть. Один закинул, второй есть. Андрюха, я тут с чем-то крючком ее поймал. С поводком на такой крючок. Нахлостал. Во рту рыба стоял. С бородкой или нет? С бородкой. Это под лещ. Это под Василий. Под Василий. Под Василий. Такого отпустим? Ну, конечно, отпустим. Ну, давай, плоту поймай хорошую для фотографии плоту. Это тоже слет. Слет спреем, кстати. Да? Ну, посмотрите. Хороший, иди. Изменили мы кардинально тактику. Андрюха продолжает ловить с грунтом. Ну, с глиной имею ввиду. Тяжелой прикормкой. На крючок кукуруза, опарыши. Статичная рыбалка, долгое ожидание. Я замешал клееного опарыша спинкой. Поставил метр двадцать, полтора метра поводок. На крючок три-четыре опарыша. Такая планирующая насадка. И более быстрый темп. И у меня вот сейчас начинает становиться рыба. Я хочу выкормить голавля или езя какого-то достойного. Потому что чувствую, она там точно есть, эта рыба. Она приходит на опарыш. Мы поймали несколько голавликов, таких сопутствующих, которые брали на кукурузу, на кукурузу с опарышем. Но хочется ловить эту рыбу целенаправленно. Смотрим на квивер. Сейчас будет загибака. Сказал загибака. Есть загибак. Кинул? Есть. Кинул? Есть. Кто там? Кто там? Кто там? хопа с очком от вашей нахвости не уплывает по цветком воду 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 легком не надо есть воду опа не так это такая удочку зацепились андрюха не надо тебе хватит рыбы сколько можно ловить рыбу густера безхвостая какая мастерство а у меня ваш парство давать просто андрюха у нас отвечает за заказы животины у него клубный телефон и у него разрыв ну все кто хочет ловить такую рыбу они обязательно обязательно покупают наживку от нхн она заряжена на успех на клев и на трофей это я вам говорю как есть эта рыба у нас побочная мы хотим поймать головля и изя будем его ждать а пока я расскажу о концепте которые мы сегодня преследовали плотва весной осенью им по холодной воде и уже когда она перестает там активно питаться кукурузой она все равно на нее активно клюет казалось бы весна холодное время мало очень рыболов использует кукурузу но это та насадка которая принесет вам батон которая укрупнит ваш улов до поклевок будет меньше это стопроцентный факт но качество рыбы увеличится в разы андрюха сейчас словит на насадку с кукурузой это наш фишкорн это бандюэль кукурузка которая очень хорошо держит форму держится на крючке и она позволяет быть спокойным что ваша насадка она реально такая как повесили да то есть она не слетела во время заброса или удара об воду а вторая тактика это темпового раскармливания это сбора рыбы реально клев такую раздача на дисне это какой-то нонсенс мы ехали сюда вот так на дурака нашли просто чумовое место чумейшая кто ищет тот поймает мы используем много животины много разных добавок много всяких компонентов и многим из вас это врежет глаз и слух но мы это все производим мы это делаем все самостоятельно мы стараемся подобрать эти оптимальные рецептуры мы стараемся работать с животными компонентами с растительными компонентами и я всем рекомендую пробовать что-то новое зачастую большинство рыболов они настолько зашорено подходят к рыбалке они вот всегда используют один и тот же состав прикормки один и тот же набор животных компонентов не экспериментируют в лучшем случае используют какие-то спрейчики это максимум-максимум но глобально любой компонент прикормки делает вас более подготовленным к рыбалке нежели остальные рыболовы которые этого не делают это крайне важно вот к примеру на прошлой рыбалке у нас очень классно работал спрей лезть на него появилась плотва ну просто чумовым образом вот ни на какой другой вот только на этот сегодня фаворе спрей плотва он у нас уже закончился мы просто вчетвером им пшикали сегодня и без него ну клевало явно в разы хуже котярок а ну иди сюда запрыгивай конечно запрыгивай пойдешь на руки идет очень хороший код он вы представляете отказывается от рыбы ему вообще это не интересно ему бы погладиться а вот полежать в тенечке что-то он не в настроении сейчас ну постоянные эксперименты всякими разными добавками они приводят нас каким-то решением и только так можно подобрать какой-то ключик рыбе далеко не всегда он будет до из всего ассортимента того что у нас есть что-то срабатывает это у папки утка утка худка чуть фидер утка не снесла поводок надо новый поводок ну вижу я могу сказать каждой добавки свое время они работают в определенной температуре из какой-то температуры по какую за температуру холодность покуса это такая добавка которая классно работает по холодной воде до температуры плюс 10 градусов она там эффективно далее работают сладкие добавки но это все в нашей теории и в нашей там узкой практике но сейчас мы начинаем использовать архиконцентрированный спрей концентраты различные добавки очень-очень сладкие и они тоже работают хотя вода очень 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 холодно и по идее они работать не должны но чем больше наш ассортимент и спектр возможностей тем больше у нас комбинаций и вариантов это все проверять самое сложное там когда нету контакта с рыбой нет понимания где ловить на что ловить как ловить как кормить чем кормить когда нету контакта с обойт этого не понимаешь абсолютно и ты сидишь просто как вот мы на русановском канале не тренировках и просто не понимаешь что делать вроде понимаешь куда забрасывать вроде понимаешь что насаживать а вот не получается опа заговорился сейчас буду кормить насыщение к тяра на поготове на подсаке котяра на подсаке андрюха что за рыба ну давай плотва наклеенный опарыш будешь плотву не это не плотвоядный кот у него рыба друг рыба друг на самом деле мне рыба вот абсолютно не нужна я ее не ем плотву леща густеры но это крайне редкая история когда я могу съесть какую-то рыбу в основном в основном папка делает у меня подменнейшую таранку и когда нам кто-либо помогает недавно нам помогли сделать сидушку мы всегда этих людей благодарим и таранка это тот излюбленный деликатес которым это иностранная валюта которым можно рассчитываться поэтому папка всегда весной скажем так заготавливает немножко таранки для того чтобы был такой нз запас и вот весеннюю рыбу мы реально забираем дальше это такая ситуативная история просто я не представляю что с рыбой можно делать кроме таранки потому что ее съесть то количество которое мы ловим но это просто анриал у нас там за лещовые сессии мы иногда ловим по 60 по 80 килограмм лещей мы естественно их выпускаем потому что с ними просто нечего делать поэтому интересно как у вас с уловами какой у вас самый большой лов напишите в комментариях мне реально интересно я наверное если взять суточную сессию с фидером наверно было дело поймал больше 100 килограммов на реке мирной рыбы кстати вошел в силу запрет это означает что всем я рекомендую ознакомиться с правилами любительского и спортивного рыболовства которые регламентируют частично запреты и разрешенное количество снастей и так далее и обязательно региональные приказы рыбоохраны которые регламентируют разрешенные и запрещенные места это крайне важно потому что нужно максимально стараться делать все правильно далеко не всегда эти правила и нормы они сопоставимы с реальностью ведь в запрете иногда просто те места которые на которых сотни там рыболовов постоянно для меня это удивительно но так есть вот и мы стараемся максимально придерживаться этих правил под лещи по что приставить был бы мотыль я буду еще в пару треха вещь нам не нужен нам нужен карак для саша нам лечь нужен нам надо все увидите у меня он меня обманывает я просто уточняю задачу прям прям-прям загибак и загибаками такая типа ну что-то типа есть до головы а что я вам говорю сейчас будут голавли в апреле месяце целевым образом ловить голавля пора папа пам голавля поймали клееный опарыш рулит просто смотрите он отрыгивает видите опарыш клееный поставили весеннюю рыбу наклеенный опарыш прикол там если она уже она прям сдвинулась кормушку я наклеенный опарыш голавля плату опарыша 3-4 опарыша чистая австрийская тема да и саша хорошая таранка да иди только что ты мало будет я мало я тут на 2 фидера стараюсь как могу фееричный кот кот проглот о я пока ходил кабана всадил рыба за рыбой реально наклейку идет как не всегда хорошая глянь я думаю что это опять голавль не плотва стала наклейку андрюх глянь какая плотва он ему нравится как она летает это значит волевой котяра да да рыба друг правильно говорю камера тоже камера тоже уху глянь какой голавы бери поцак хопа красавчик деснянский апрельский тактика клейки сработала просто на ура покажу вам кстати во рту кучу кучу опарыша вообще вообще он им просто просто питается и еще остатки кукурузы вот такой вот красавчик мы очень классно ловили плотву на кукурузу она хорошо клевала но клееный опарыш он создал просто неимоверную вообще реализацию меня на каждом забросе рыба это голавли это плотва крупная это густера такая монстрская густера 200 400 граммов и она клюет реально там на второй минуте у меня уже закончилась мисочка с клееным опарышем я сейчас доклею удивительно что в столь холодной воде весна аномальная настолько классный яркий клев на опарыш нам андрей привез полтора килограмма опарыша и него мы использовали там условно половину это там ловлю я андрюхова это мы его еще и режем параллельно то есть на самом деле килограмма опарыша спинкой в разных цветах вам более чем достаточно для для рыбалки вы вы можете порезать вы можете склеить вы можете насаживать на и добавлять живом виде все это как бы немного и недорого в сравнению с затратами на рыбалку но можно сидеть смотреть и не ловить а можно экспериментировать добавлять его клеить и получать результат у меня клюет я вот секундомер ставил на минуте 20 минуте 30 рыба уже клюет самое сложное это поставить рыбу опарыша что и должен кормить бросать в одну точку создается шлейф рыба приходит и на опарышевый шлейф приходит как плотва как головы так и густера вся эта рыба вот вместе там куб лица в этом шлейфе из прикормки прикол у нас мечта с андрюхой сегодня на вечер это поймать какого-то такого монстр карася и за меня с карасями реально не получается у кого есть классные места где клюет карась приглашайте на рыбалку мы поедем куда угодно ну вот на карася потому что вот мечта поймать таких кабанистых киловых полутора килограммовых карасей на фидера но пока только поплавок к сожалению местах где мы рыбачим это камыш и вот с фидером есть проблемы но если у вас есть место будем рады приглашению алексей кто ногачку ногачку плотвохвост плотвохвост да точно да не плоскирка не кабаньяскус это самая крупная рыба сегодня у меня самого лица я думаю да скрестили пальцы скрестили ноги он у нас не сходит среднестатистическая микро густера а знаешь на на храбака на храбака на дендробену ухо тут полкила железных я сейчас даже взвешу так а ну-ка вот на готове код на готове код ну ладно код почти как весь код почти как весь код не ну это это чисто кабан гляньте какая рыбина 825 граммов густера счастливый код так код я понимаю ты хочешь играться а эта рыбка пойдет садочек такая кабанская это просто нонсенс мы поставили клееного опарыша сейчас ловится густера андрюха там шарашит с другой стороны клев просто неимоверный клейка она рыбу просто приманивает и ставит я я в шоке это просто нонсенс но это факт который засвидетельствован на камеру завершаем чумовейшую рыбалку на чумовом месте отловились мы не то что славно просто бомбически настолько крутые трофеи настолько крутая рыбалка полный садок рыбы мы просто кайфуем так бери этот садочек андрюхин я не подниму этот садок реально тут капец просто сколько рыбы углу здесь ой 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 любимое на дима на число колокольчик попался до это же надо было так цельнуть андрюха поменьше трусим поменьше трусим у тебя футболка и так уже дмитрий бы барсук сказал ну нормально ребята нормально на дисне нет хода плотвы рыба вообще не клюет никакая вообще одна мелюзга очень редко нету рыбы не едьте на рыбалку не заказываете у нас нашу животинку наши добавки которые позволяют вот так вот не ловить рыбу я думаю я все сказал всем ни хвоста не узкий огонь рыбалка чумовая и сандрюха решили подарить вам промокод страшная рыбалка на три дня после выхода этого видео с дисконтом на нашем сайте сможете попробовать новые яркие продукты вводите промокод при заказах и получайте свою скидку и кайфуйте как мы у нас рыбалка удалось пусть она также удастся и у вас всем НХНЛ а а а а Субтитры создавал DimaTorzok